Всем привет! С вами Клуб ДНС. И сегодня мы с вами поговорим про главные ошибки в выборе видеокарты, которые часто возникают, когда вы собираете компьютер с нуля. Или вы хотите обновить старую видеокарту, потому что она уже не тянет. По каждой конкретной модели есть куча обзоров, тестов, сравнений, споров и руганий. Ну а мы расскажем в целом, как выбрать правильную видюху с первого раза, чтобы потом не возвращаться в магазин, ну и не тащить свой обугленный компуктер в сервисный центр. Разберемся по порядку. Первая ошибка – это пролет с габаритами. В старых корпусах обычно всю переднюю часть занимают отсеки для накопителей, ну или сами накопители. А в новых эти корзины переехали в другие места, чтобы в корпус помещалась длинная игровая печка. Если в вашем корпусе есть такая корзина, то вы сильно ограничены в выборе. Нужно брать короткую карту, чтобы она не упиралась в корзину или жесткие диски. Замерьте расстояние между задней стенкой и корзиной или выпирающим из нее жестким диском. Это максимальная длина будущей видеокарты. Но лучше скинуть сантиметр-два для верности. В каталоге DNS есть специальный фильтр по длине видеокарты. Он находится за ссылкой «Все фильтры». Разворачиваете нужный параметр, вписываете максимальную длину и получаете всевозможные варианты. Ну а если вы не учли длину и купили лонгборд, то придется как-то изворачиваться. Ну или брать новый корпус. Кстати, раз уж мы заговорили про габариты, то проверьте толщину карты. Если в вашем компьютере много дополнительных плат сразу под видеокартой, то их придется либо снять, либо перенести. Самые толстые карты перекрывают до трех этажей вниз от себя. Даже если сзади вы насчитали всего одну-две заглушки, проверьте систему охлаждения, она может быть больше. Если свободных этажей в корпусе мало, используйте дополнительный фильтр на сайте, чтобы выбрать карты с малой высотой. Но помните, обычно чем карта крупнее, тем она сильнее греется. Вторая ошибка – пролет по питанию. Чем мощнее видеокарта, тем она больше требует энергии. Офисные варианты просто работают. Им достаточно питания от слота PCI-Express, а игровые требуют подключения дополнительных кабелей от блока питания. Внимательно изучите фотографии желаемой карты. Если на плате есть вот такие разъемы, значит карта требует дополнительного питания. И такие провода в вашем блоке питания обязаны быть. В каталоге DNS указаны характеристики каждой видеокарты. Требуется ли ей дополнительное питание? Если да, то какое? Разъемы питания помечают как PCI-E и называют по количеству контактов – пинов. Основные – это 6 пин, 8 пин, 2 по 6 пин, 2 по 8 пин. Чем больше контактов, тем мощнее и прожорливее видеокарта. И подключать надо все контакты, а не какой-то один. Если в вашем блоке питания нет таких кабелей или не хватает пинов, можно приобрести переходник. Но это исключительно временное решение. Тем более, что к этой линии проводов теперь нельзя подключить другие устройства типа SSD или жестких дисков. В готовых компьютерах блок питания обычно устанавливается с маленьким запасом мощности, притык к тому, что потребляет сам компьютер. В таком случае с обновлением видеокарты придется взять и новый блок питания. На сайте в характеристиках видеокарты указывается примерная мощность блока питания, который потянет видяху. Если в компьютере несколько жестких дисков, много вентиляторов и дополнительные периферии, то питальник не справится. Даже если на сайте заявлено, что должен. Это цифра ориентировочная, не более. Лучше воспользуйтесь онлайн-калькулятором, чтобы рассчитать мощность нужного блока питания. Вот вам ссылка. А еще со временем блоки питания начинают слабеть и выдавать меньшую мощность. И если в тяжелых играх ваш комп начинает вырубаться, то нужно бежать не за новой видеокартой, а за новым блоком питания. Третья ошибка связана с выбором системы охлаждения. В мощных игровых видеокартах стоят вентиляторы от 1 до 3. И тут главное не прогадать. На одном и том же графическом чипе могут устанавливать и один, и два, и три вентилятора. Если видеокарта достаточно мощная, то решения с одним вентилятором будут самыми дешевыми и компактными, но и самыми шумными. Кулеру придется работать на очень высоких оборотах. Современные видеокарты не перегреваются. Когда чип упирается в заводской потолок температуры, он начинает сбрасывать частоты. Но и производительность при этом падает. Видеокарты с двумя вертушками на том же чипе работают тише, радиатор у них больше. А модели на трех вентиляторах на том же чипе обычно самые громоздкие и самые мощные. Но по шуму не всегда самые тихие. Надо смотреть по конкретной модели и тестам. Чем массивнее радиатор и больше вертушек, тем больше запас по охлаждению. Тем реже видеокарта будет упираться в температурный потолок, и тем тише будет работать. В рамках одной модели мощного графического процессора логичнее взять модель хотя бы с двумя вентиляторами. Ну или с одним, если вопрос цены стоит остро, а лишний шум не проблема. Видеокарты офисного уровня могут вообще обходиться без вентиляторов. Для фильмов достаточно и шума нет. Четвертая ошибка – нарушение баланса. Привет всем любителям теории раскрытия видях процессорами. Но дело тут не в соотношении процессор видяха. Современные процессоры с шестью ядрами и выше одинаково хорошо работают с любыми картами. Тут чаще всего проблема с балансом видеокарта-разрешения, ну или видеокарты-частота. Старенький монитор Full HD с единственным разъемом VGA выше 60 кадров он все равно не покажет. А с этим справится практически любая игровая видяха, даже бюджетного сегмента. Другой вопрос в том, что такой монитор к современной видеокарте придется подключать через переходники. VGA в игровых моделях уже не держит. Монитор на Full HD с цифровым подключением может иметь высокую герцовку – до 144. Но и с этим разберется средняя игровая видяха, пусть и не на максимальной графике. Сложности начинаются с высокими разрешениями. Для 2К нужна видяха в два раза мощнее, а для 4К в четыре раза. Это если мы говорим о более-менее штатных 60 FPS. Если вы взяли топовый монитор на 4К или 2К с высокой герцовкой и среднюю видяху, то тут придется серьезно ужиматься в качестве картинки. И наоборот, суперпроизводительная видеокарта на обычном мониторе Full HD – это перебор. Пятая ошибка – непонимание маркировки. У каждой видеокарты есть производитель – вендор. Есть линейки видеокарт. Есть спектр моделей в рамках одной линейки видеокарт. Штук по 10. И так у каждого вендора. Представили? Не пугайтесь. В целом все просто. Первая цифра или две – это номер линейки видеокарт. Следующие цифры обозначают градацию внутри серии. Чем выше цифра, тем мощнее. Но после цифр могут появиться буквенные приставки. Вроде Premium, Extra, Overlock и так далее. Это разные карты. Кроме того, разные производители могут выпустить под теми же цифрами продвинутые или наоборот урезанные варианты. Поэтому ориентироваться только лишь на маркировку не нужно. Используйте режим сравнения, чтобы узнать отличия нескольких видеокарт. В какой-то может оказаться более высокая частота памяти или чипа, где-то память будет современнее, в какой-то сэкономят на кулерах и радиатор будет компактнее, а где-то не будет нужного количества портов. Если все возможные буквы и цифры в маркировке вам ничего не говорят, ориентируйтесь на сухие характеристики. Уже где-то здесь проходит граница, за которой начинаются погони за FPS, мегагерцами, попугаями в бенчмарках и прочий хардкор. Сегодня мы просто показали наиболее популярные ошибки, с которыми сталкиваются обычные пользователи. Если вы ничего не понимали, а сейчас все поняли, подписывайтесь на канал и ставьте большой палец вверх. А с вами был Клуб ДНС, пока!